Друзья, добрый день! С вами компания QISTOR и сегодня у нас на обзоре очень интересные штуки. Это пауэрбанки. Значит, у нас 4 пауэрбанка. Первая это HOKA, недавно только модель вышла на рынок. Дальше ROMOS, FRIMUS 5, дальше VINSEC, очень такой зарекомендовавший себя аппарат. И BASIUS. Причём, очень интересная штука. По объёму, по ёмкости BASIUS и ROMOS 5 тысячники. Значит, B11, HOKA 8 тысячник. И VINSEC 12 тысячник. Мощная такая машинка. Так, значит, давайте попробуем всё открыть и быстренько пробежаться по плюсам и минусам. Начнём с BASIUS. Такая вот у нас коробка. Отсюда BASIUS делает что-то прикольное. Вот такой вот блок. Ну, не смущайтесь, здесь у нас защитная плёнка. Визуально не очень хорошо выглядит. Может, пока с ней. Корпус металлический. Такой достаточно лаконичный. Вот здесь вот у нас находятся такие резиновые точечки. Специально, чтобы телефон не бегал туда-сюда. Ёмкость 5000. Аккумулятор хорошего качества. Но всё равно рассчитываем, что это 5000. Ну, один-два заряда батареи в зависимости от ёмкости батареи. В комплекте у нас идёт вот такой вот кабель. Кабель, кстати, BASIUS фирменный. Такой показатель качества. Инструкция на китайском языке. Какие у нас здесь разъёмы? Значит, один всего лишь у нас разъём USB, для того, чтобы можно было подсоединять к нему какие-то устройства. Один разъём microUSB для того, чтобы зарядить его. Нажимаем на кнопку и видим вот здесь вот такие вот светодиоды, которые сигнализируют нам о том, насколько заряжен в данный момент аккумулятор. Он быстро выключается, если на него питание никакое не подано. Так, отложим его пока в сторону. Хотя, давайте, наверное, сразу покажу вам его габариты. Вот здесь у нас такая линейка. Сантиметры идут по горизонтали и по вертикали. Ну, как видите, это примерно 15 сантиметров в длину и 8 сантиметров в ширину. Толщина, но у него приблизительно 1 сантиметр идёт. Дальше уже по ТТХ характеристики посмотрим. Убираем в сторону эту модельку. Продолжаем дальше. ROMOS FRIMOS. Такая прикольная штука. Значит, чем прикольная? Лёгкий, красивый. Такой вот аккумулятор. На каждый день в сумочку. Маленький, компактный, замечательный. В комплекте у нас что у нас идёт? Значит, у нас идёт кабель питания. Внутри инструкция. И вот такой вот аккумулятор. Давайте его раскроем. Во! Такой вот красавчик. Маленький, лаконичный. Всё такое красивое и пластиковое. Полностью пластиковый корпус. Значит, у нас здесь два разъёма. Один разъём на стандартную зарядку и один разъём на быструю зарядку. Значит, параллельно с этим microUSB для того, чтобы можно было его заряжать. Сбоку кнопочка. Нажимаем её. И вот здесь такая интересная особенность. Можете увидеть, сигнализация работает заряда через толщину пластика. Соответственно, вот эти вот точки, они не яркие и не бьют в глаза. А они такие матовые. Так, в общем, вот такой вот аккумулятор. Давайте посмотрим на его габариты. Около 14 сантиметров. На... Ну, где-то на 6,5 сантиметров. Такой милый аккумулятор. По размерам будет уже поменьше, чем базиус. Убираем в сторону. Продолжаем. HOKA. Большая упаковка. Раскрываем её. Смотрим. Такой вот аккумулятор немножечко софт-тачевый, как будто корпус. Скруглённый. Хорошо лежит в руках. Удобно прям. Его, наверное, больше удобно использовать как обычный аккумулятор для того, чтобы заряжать какие-то устройства. Так. Значит, что у нас здесь на корпусе? Два разъёма USB. Указано тоже один обычный, другой fast charge. Разъём питания microUSB. Ну и кнопка включения. Включаем его. О. К сожалению, не видим заряд. Вот здесь вот должен показать заряд. Просто они разряжены, пришли полностью с завода. Кстати, обращайте внимание, если вдруг вам понадобится аккумулятор прямо из коробки, воспользоваться вы не сможете. Здесь прорезиненная поверхность. Удобно тоже лежит телефон. Значит, такой вот корпус. У нас серебряного цвета. По-моему, они ещё и есть парой цветов. Так, пройдём дальше. А, ну, во-первых, тоже по комплектации. Значит, тоже кабель у нас здесь лежит. Его фирменный. И инструкция. Коробочка такая более серьёзная, более красивая. Тут такой вот крест весь. Всё так сделано красиво. Да, да, очень удобно. Интересно. Убираем аккумулятор. Достаем четвёртый аккумулятор. Винсик. Тяжёлый уже на ощупь. Прям вот тяжёлый. Открываем. Вот такой вот аккумулятор. Так, достаём. Вот такая вот классная штука. Ну, что про него скажу. Два цвета. Очень сильные рубленные края. Неудобно лежит в руке. И он как будто создан для того, чтобы пользоваться чисто через QI под заряд. Так, вот такая вот штука. Значит, что у нас здесь? Тоже два разъёма питания. По ТТХ надо посмотреть. Секундочку. Да, оба выхода у нас идут мощностью 2,4 А. Соответственно, им не было смысла здесь писать, что один там посильнее, а мощностью другой послабее. Точно так же вход microUSB. И кнопок у него других нет. Кнопка здесь сенсорная. То есть мы нажимаем на него вот здесь вот. И у нас появляется значение в количестве оставшейся ёмкости. 64%. Сразу хочу сказать. У аккумуляторов, у которых сенсорная кнопка, есть такая особенность негативная. Они могут не работать. Если вы заказали аккумулятор, он у вас вроде заряжен, вы подключили к нему батарею, он не работает. Это значит, что с ним небольшой брак. Там внутри содержится металлическая пластина, которая реагирует на нашу кожу. Если эту пластину чуть-чуть неправильно установили, всё, мы не сможем включить аккумулятор. Вот здесь он включается, всё нормально. Но знайте, что аккумулятор как бы не сломан. Починить его можно, но придётся его разбирать. Соответственно, эта гарантия будет отсутствовать в том магазине, в котором вы его приобретёте. Вот, аккумулятор увесистый. Так, сейчас я возьму как раз наши весы. Весы подопытные. Значит, да, видно вес. Давайте попробуем пройтись по очереди. Винсик у нас 354 грамма. 355 весит, такая увесистая машинка. В обратном порядке. Хока 8000-ник, 176 грамм. Поменьше, да? Дальше у нас идёт Ромас 5000-ник. 138 грамм. И Базиус. 197 грамм. Ну да, много для пятитысячника. Но это всё за счёт вот этого металлического корпуса неубиваемого. Корпус неубиваемый. Ну, кстати, поверхность вот эта вот, скорее всего... Ну, это не стекло, а скорее всего такой пластик. Ну, возможно, он может треснуть. Так что уже аккуратней с ним. Аккуратней может разбиться. Вот. Положим их окончательно рядом. Чтобы вы могли для себя решить, что для вас более подходящая модель, что неподходящая. Конечно, кроме этого, есть ещё и другие аккумуляторы. Мы их в нашем видео не рассматриваем. Есть плохие, есть хорошие. Но для нашего магазина мы выбрали вот такие четыре модели. До этого ещё была модель 10-тысячная. ТХ-5600. И ещё моделька QAVC CH-141. Но обе эти модели, они как-то себя не зарекомендовали. Хотя CH-141 была хорошей моделью, просто сейчас её практически никто не выпускает. В скором времени, возможно, появится от компании Dodo Cool её новая генерация. Но это ещё не до конца известная информация. В общем-то, на этом всё. Подключать мы к телефону их не будем. Все снабжены QI и все функционируют абсолютно идентично. Спасибо. С вами был магазин QI Store.